Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который запланирован на 9-е, 12-е декабря в японской Осаке решили отменить, об этом информирует та ссылаясь на источник. Сообщается, что решение об отмене соревнований было принято из-за угрозы распространения вируса. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Ранее организаторы финала Гран-при в Осаке сообщали, что турнир пройдет в формате пузыря. В финал соревнований от России квалифицировались одиночники Михаил Коляда, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, а также пары Анастасия Мишина и Александр Галямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что вариант с переносом финала Гран-при из японской Осаки в Сочи не рассматривается. В четверг японское новостное агентство Киода сообщило, что финал Гран-при, который должен был состояться 9-12 декабря в Осаке, будет отменен в связи с запретом на въезд иностранных граждан из-за ситуации с распространением вируса в мире. В конце ноября шестой этап Гран-при прошел в Сочи. Также Александр Горшков отреагировал на предложение руководства Норвежской ассоциации конькобежцев пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании. Норвегия борется за то, чтобы выход во взрослый был доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ИСУ, включая фигурное катание, из 16 лет, для танцевальных дуэтов и спортивных пар. Если изменения будут одобрены, они должны вступить в силу в сезоне 2023-2024. Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии, на это пусть отвечают те, кто это предлагает, лучше спросить у них, — сказал Горшков. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. Я даже не знаю, есть ли в Норвегии фигуристы, которые представляют страну на чемпионатах Европы и мира, я, например, не помню таких. Не понимаю, почему страна, в которой нет такого вида спорта, участвует в таких сложных переговорах. Зачем это и кто это вообще придумал, мне непонятно, почему они должны выдвигать такие предложения, это выглядит смехотворно. Что касается самого возрастного ценза, то нам все равно, какой он будет, наши девочки в любом случае будут всех побеждать. В принципе, его можно поднять на год, а можно оставить как есть, не принципиально. У нас сейчас есть разные девочки и 17-летние, и 19-летние, и старше, и все они будут побеждать, — сказала Тарасова.